библия говорит алексей алексеевич вопрос очень такой насущный сегодня очень многие и ребята вот нам прислал данном случае мужчина как жить после развода как вас справляться этими внутренними горечь болью который остается в результате разрушения отношений я думаю наверно первый вопрос который нужно задать как не допустить развода когда мы говорим о современном христианстве к большому сожалению сегодня слишком быстро люди разводятся если взять в истории евангельской церкви и в россии и в америку америка ты немножко раньше пришло в россию это при пришло с последними десятилетиями вот раньше люди намного более сдержаны были в тому чтобы прибегнуть к этой последней мере которые люди применяют для решения конфликтов взаимоотношений и скорее всего если человек найдет ответ на первый вопрос тогда ему будет легче подойти и вот к той ситуации когда если не по его вине вот развод все-таки случился наверно самый главный ответ на эти оба вопроса заключается в том что источником жизни источником удовлетворенности для к каждого конкретного человека может быть только иисус христос но никакая другая личность когда люди влюбляются когда они строят семью но чаще всего современные христиане подходят к этому исходя из обществ человеческих ценностей то действительно бог создал мужчина и женщина со взаимным влечением друг к другу это влечение естественно заложено и она движет и она приводит к чувству она приводит к восхищению она приводит к наслаждению она приводит к какому-то периоду может быть даже хорошей радостной счастливой жизни может быть но дело в том что вот эти чувства которые есть внутри человека они омрачены грехопадением то есть они практически омрачены себя любием как наивысшей ценностью которая спит глубоко внутри человека и очень часто просыпается и дает о себе знать в разных форм вот для того чтобы человек мог правильно жить вообще ему нужно придя ко христу понять что единственным источником удовлетворения может быть только христос и никто другой даже при самой яркой любви даже при самых ярких чувствах романтической которые могут быть если они заслонили собою христа это путь к катастрофе это катастрофа обязательно случится не в одной форме но другой по простой причине потому что бог много говорил в ветхом завете в новом завете о том что никто не может конкурировать с ним христос даже конкретно говорит если ты возлюбил мужа или жену или даже детей больше чем меня недостойными это не потому что он просто хочет себе цену набить а потому что такого реальность если ты не научился любить христа который является наивысшей ценностью в наивысшей степени то тогда ты постоянно будешь сталкиваться с проблемой и что получается от ситуации подобно этому человеку скорее всего где-то что-то было нарушено в отношениях со христом и потом когда ну вот то что представляла собой что с чем связано было счастье надежда будущая жизнь и вдруг это что-то испарилась пропала разрушена была чей-то неверностью чей-то вероломностью вот то тогда человек конечно же остается и у разбитого корыта он его жизнь разбита его будущего нет у него надежды нет и причина почему это происходит в том что не было изначально выстроено глубоких отношений за иисусом христом и скорее всего это и привело к тому что я не знаю конечно обстоятельств всех но но чаще всего именно это и приводит к тому что вот подобные вещи случаются что теперь делать теперь нужно понять что вот была совершена ошибка большая и нужно вернуться к истокам нужно понять что жизнь связана прежде всего с тем что душа получит от бога у нас есть много земных ценностей которые мы теряем потеряем здоровье мы теряем имущество мы теряем работу мы теряем друзей вот его ситуация он потерял супругу но христос больше всего этого ему нужно учиться идти к христу для того чтобы научиться жить тем что христос может быть спасибо алексей слава бога драгоценные поделитесь этой передачей с вашими друзьями знакомыми кто проходит этот путь сейчас возможно вы знаете им сейчас нужно утешение им нужно это слово от господа благослови вас бог на сегодня все алексей слава бога Продолжение следует...